Заключается в том, можно ли мы как-то отделить, правда ли это, что культура как-то влияет на размер коррупции, или всё определяется исключительно тем, какой у вас объём взяток, и насколько вероятно того, что вас поймают и сильно накажут. На самом деле, отделить эти вещи крайне сложно, потому что, понятное дело, что когда говорится о культуре, на самом деле это может означать, что у вас плохая система, правоохранительная система, и от того, что вполне возможно объясняется, я думаю, что шведы такие честные, я думаю, что у них хорошие полицейские, а в России с этим проблема, а вовсе не потому, что русские такие изначально культурно люди, восприемлющие гораздо больше коррупции. И хотелось бы найти ситуацию, когда у людей абсолютно одинаковая вероятность того, что их поймают и накажут, но при этом у людей разной культуры, посмотреть, как они при этом будут себя вести. И примером таким, где можно сделать, это ООН. И вот, казалось бы, при чём здесь ООН? А ООН здесь при чём? При том, что штаб-квартира ООН расположена в самом центре Нью-Йорка. И дипломаты, которые работают в ООН, они приезжают туда на машинах, и работают они, соответственно, там же в центре Нью-Йорка. В Нью-Йорке, как и в Москве, гигантские проблемы с парковкой. Но в отличие от Москвы, там борются с этим делом, и за неправильную паркованную машину люди получают штраф, и потом эти штрафы собираются. Люди обязаны уплатить, все люди обязаны уплатить, за исключением дипломатов, работающих в ООН. Они обладают дипломатическим статусом, их нельзя привлечь никакой ответственности. Им выписываются эти штрафы, потому что, в принципе, там не всегда на машине вообще даже написано, что это предстоительство ООН. Им выписывают штрафы, вставят под лобовое стекло, и они их благополучно не платят. Но остается такое, все у них в Нью-Йоркской полиции, все аккуратно записано. Известно про каждого человека, известно, сколько им было выписано штрафов, кто заплатил, кто нет. И можно посмотреть на работников дипломатической миссии, и посмотреть, соответственно, какие работники из каких стран собирали больше таких штрафов, неоплаченных. И как это связано, на самом деле, с культурными традициями этих стран. Потому что, действительно, вот эта ситуация, в которой никакая формальная правоохранительная система никак не может остановить этих людей. Они точно знают, что они могут безнаказанно оставить машину, где хотят, и что с ними нельзя сделать. Единственное, что их может остановить, это, ну, как совесть. Вот культурные традиции, что вот людям из этой страны совесть не позволяет машину бросать, где бы ни попадя. И вот сравнив такие поведения людей из разных стран, можно посмотреть, как бы, вот роль коррупции. И на самом деле, оказывается, что действительно, вот, выглядит так, как будто культурные традиции имеют огромную роль. Если мы посмотрим, как бы, разделим, условно говоря, все страны на три группы, и известно, так и есть индексы коррупции по странам, как бы, вот, как считается, насколько большая коррупция в данной стране. Разбираем на три группы. Страны с низким уровнем коррупции, с средним промежуточным и страны с очень высоким уровнем коррупции. Мы видим, что количество неоплаченных штрафов на одного дипломата очень сильно зависит от того, из какой страны приехал дипломат. Если люди приезжают из стран, где изначально низкий уровень коррупции, такие, как Шведан, вот, обычно имеются в виду скандинавские страны, там, Норвегия, Швеция, они вообще не получают такие штрафы. Они никогда, даже когда они могут неправильно запарковать, они никогда не паркуются правильно. И наоборот, если мы посмотрим на страны из, там, Африки и некоторые страны Персидского залива, где очень высокий уровень коррупции изначально, они паркуются, они могут собирать по три штрафа в среднем, по три штрафа в день. И поэтому, казалось бы, что действительно, вот этот вот подход, который говорит, что все определяет культура, и именно культура есть то, что останавливает людей и не позволяет им быть увлечены в коррупции, это очень хорошее объяснение. Это, на самом деле, достаточно, с точки зрения уже практического применения и борьбы с коррупцией, достаточно печальная новость, потому что культуру изменить у людей очень сложно.